Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, который у нас называется «Во свете Библии». Это вот книга, 77 книг. Я думаю, оттуда даже будет заметно. Вот это канонические книги. Дальше. Ну, не канонические книги, здесь все вместе. Чтобы нам было понятно, без Библии нам не спастись. И Новый Завет. Открытым оком. С сегодняшнего дня мы решили начать... Вот мне задавали вопросы 4124 в университетах, в техникумах, в училищах, милициях, воинских частях, заводах, где только мне не пришлось проповедовать. Вопросы сохранялись. Они у меня отвечены в книгах. Вот это второй том. Второй том. Открытым оком. И вот по нему сейчас я попросил брата снова пройтись по некоторым вопросам. Это Игорь Добунов, мой собеседник. Это вот вторая книга. И сегодня у нас вопрос будет 608-й. Второй том. Открытым оком. Пожалуйста. Рядом с нами на даче сосед безбожник и хулитель. Но у него все растет хорошо и даже лучше нашего. И отец наш рассказывал, как они трудились, надрывались, какие хорошие урожаи были у них. Они всегда Богу молились. И дома, и на пашне. Ну вот их раскулачили. Образовались колхозы, основанные на награбленном, на костях верующих и зажиточных. Никто лба не перекрестит, а урожаи у них стали еще лучше. Почему так происходит? Как будто Бог за них. Ну понятно. Ну действительно так. Это человек знает, пожилой, все это испытал. Я теперь отвечаю. Пожалуйста. Один из зажиточных в романе Шолохова «Поднятая целина» выражает эту мысль так. Яков, Яков Островон. Скажите на милость, чтобы они не посадили. Будь эта власть трижды проклята. Все растет. Пошеничку нашу продают за границу и катаются на автомобилях со стриженными бабами. Почему? Почему? Вот видите, это все они спрашивают. Это в третьей книге Ездор любопытный такой пророк и он спрашивает «Господи, ну нас хоть ты одного найдешь, но среди которых народов ты нас поселил, выгнал, там ни одного я не нашел праведника-то. Мы народ, твои избраны, согрешили, все. Ну почему мы приехали, у них все растет, урожай, все лучше? То есть эти вопросы уже были подняты, их только надо знать, где найти. Я это обращаюсь как бы ко всем интервьюерам, когда они отвечают по вот сегодня принято так, в интернет, в ютуб выставляют. Люди приходят не к нам. Вот у нас объявление было, проводится занятие в АГУ, Алтайские государственные университеты, или в техническом, или в медицинском, я в пяти университетах делал занятия. Исследование Библии по святым отцам православной церкви. Люди приходят узнать волю Божию. Я ее сначала без толкования показываю, в чем эта воля Божия. Вот ответ. Псалом 72, с 1 по 22 стих. Один раз придется прочитать снова этот псалом. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им и нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего, и вот эти нечестивые благоденствуют в веки всем, умножают богатство, и я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро, но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в Освятилище Божие, и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их, и не звергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их, когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Так, вопрос, я уже возвращаюсь снова, если вы этого не понимаете, я разговариваю сегодня со скотом, скотиной, и вам обижаться не придется, так есть, вот он говорит, я думал, как, трудно разуметь было, скажите, вы когда в храме были, я, да я не хожу, ну вот, доколе не вошел в Освятилище, вот конкретно я покажу, доколе не вошел в Освятилище Божие, и уразумел конца их, чем закончилось все у Сталина, у Ленина, у Гитлера, чем закончилось у Берии, и у остальных, ну ты посмотри, какие до него были Наполеоны, Тамерланы, какие Атилы, Аларихи, чем закончилось, Чингисхан, где что, на скользких путях поставил ты их, что интересно, Ежов Николай Иванович, нарком внутренних дел, НКВД, когда он сидел, то одному, а тот в лагерь приехал, пришлось сознаться, и говорит, вот смотрите, я вообще безбожник, я все делал, что Иосифа Вестарионовичу надо, а где я оказался, сколько же я людей-то погубил, значит, есть он Бог, услышал щита молитвы, и вот я теперь сижу, уже к расстрелу приговорю, вот-вот приговорят, все, еще там я читал один рассказ такой, он был сын раскулаченных, и его везде преследовали, но он как-то из дома бежал, где-то там на работе был, пристроился, и его взяли в армию, в армию не брали, и вот в армию, он стал отличником, боевой политической подготовки, комсомолец, там пулеметчик, однажды вызывает его командир, но он идет, ни в чем не повинен, у него там свое отделение, какое команды, тут же поднимаются, так, рядовой, там его стержант, назвался, Урюпин пришел, комсомолец, как он ударил, говорит, по столу, кулаком, да какой ты комсомолец, сволочь такая, скрылся, кулацкий подонок, хотя родители-то русскулачены были, я так и сел, и он мне говорит, сволочьим билетом в зубах, что я в армии был, ничего не делал, просто выпнули за зону, и все, я, говорит, домой пришел, а дома разруха, развал, разговаривать нельзя, комсомольцы под окнами подслушают, мы с братишкой в простенах, без света сидим, когда бежать, какое время ночи, хорошую власть дали, представь, это было разве такое, теперь я привел его, говорит, в Ташкент бежали мы, представь, где поездом, где как грязное, вечером гляжу, сидят там у котла, кто-то, я подошел, кто вы такие, ну кто, воры, воры дорогие, возьмите моего братишку, научите своему ремеслу, мы с голоду помираем, ну его за другое дело где-то взяли, и когда он сидел в лагере, он все ждал, ну где же Бог просияет, и вдруг пошли лавины, 37-й год, и все, которые были у власти, я, говорит, впервые широко перекрестился, и сказал, есть он Бог, Бог долго терпит, да крепко бьет, командиры части расстреляли, политрука расстреляли, и подряд всех, крепко бьет, ты вот, слышишь, вопрос задан, ты где они все эти, раскулачивали которые, где, их даже не сказать, сказать, что умерли нельзя, они перешли на тот свет, без примирения с Богом, какие болезни на них обрушились, какие репрессии, в репрессии всех не повыдавили, война, а не патриоты, коммунисты, в первую очередь все погибли там, все, а которые были потише, и где-то выжили, даже моя мама как-то выжить сумела, десятерых детей воспитала, отец без руки, но все-таки с фронта вернулся, мы жили не без отцовшина, как у Бога все вымерено, и вот им ответ, теперь отвечаю, чтобы разуметь кажущуюся несправедливость, псалмопеист должен был пойти в храм Божий, и вникнуть в историю своего государства, приводя на память путь святых мужей, путь святых мужей, как шли, это я все отвечаю с кафедры в университетах, рассуждать иначе, завидовать безумным, как он называет их, значит быть виновным не только против Бога, но, в кавычках, перед родом сынов твоих, да, из псалма, перед всеми угодившими Богу, этой несправедливостью со стороны Бога, по отношению к неверующим, был подавлен разум многострадального Ивова, и он бросает Богу упрек за упреком, в этой несправедливости, Ивов, 21 глава, 7 по 16 стихи, почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки, дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед глазами их, да мы их безопасно от страха, и нет же злобожья на них, вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает, как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос кимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье, и мгновенно нисходят в преисподнюю, а между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих, что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему, видишь счастье их, не от их рук, совет нечестивых, будь далек от меня. Это Иов тоже так же разумел, как и псалмопевец Давид, это древнейшая книга, посмотри на их конец, ты должен понимать так, Бог справедлив, и Он никогда не поступит неправильно, и почему так случается, а ты за этим дальше посмотри, что это будет, Бог дает им все, знай, что может быть они опамятуются, может быть они образумятся, для нас просто так, вот такое-то там щубайс, невозможно там электроэнергия, но для Бога, это щубайс и Березовский, это тоже его творение, и Бог заботится, и написано, и как бы отвергнутого не отвергнуть. И вот это все, я людям прочитываю с капитры, я тогда интересно начинаю, это же неужели все в Библии написано, да, Библия? Так я брал, и там ничего же не понятно, какая-то Библия у вас все понятно, я говорю, а на русском языке? Конечно на русском. Так я в другой раз открою, посмотрю, опять закрою, да я теперь ее из рук не выпущу. То есть вот уже результат, он еще не обратился, еще ничего не знает, но он уже понял, что Библия понятная книга, Библия отвечает на все вопросы. Я это рассказываю, я вел одно время даже уроки в Академгородке, Новосибирской области, но в малое время, ну там в основном профессорский состав, там доктора разных наук, и вот я однажды вышел из Библии и говорю, знаете, в Библии ответ на все вопросы. Один встал, да это не может быть. Я говорю, именно так. А вы можете доказать? Я говорю, я могу. А вы можете доказать, что она не дает ее? Да. Но давайте так договоримся, вы задаете два вопроса. Два. Я не могу все время вам посвящать, тут же весь зал сидит, а аудитория, не аудитория, а зал. Но если я отвечу, Библия ответит вам через меня, что она на ваш вопрос знает ответ, который вы еще не нашли, то вы перед всем народом можете сказать, что вы ошибались? Конечно. Я его еще не знал, кто он, профессор. И вот он задает вопрос. Я сразу, ну я знаю Писание и то другое, я говорю, у Захарии глава такая, это Библия даже не открываясь, стих такой-то написан, вот так. Летит свиток, и что там в нем показано? И это сказал патриарх Тихон, когда его ставили, интернизация была его, это, ну, тронная речь его как, что сказать? Так что это, разве это так понимается, а другого толкования нет? А вы как понимаете, свиток, на короте он написан, вот вам революция, перестройка. Странно. Ну вот, ну, все-таки ведущую роль, можно сказать, в социалистическом лагере, ну, это 70-е годы еще было, занимает Москва. Почему про нее еще нигде не сказано? В Библии это, ну, я говорю, а вы уверены, что не сказано? Нет. Я говорю, давайте я вам покажу сейчас, где-то у вас Библию. Он открывает, у него Библию с собой. Потом мне скажут, он говорит, Библию лучше нас всех знает. Он говорит, баптистом начал ходить. Ладно, баптистом пошел, говорит, Библию получишь, это определенно. Я говорю, а вот Илья Эренбург, представитель на Нюрбинском процессе, когда пишет свои воспоминания, говорит, я впервые услышал, что такое князь Роша Мешеха и Пувала. Мне сказали, князь Мешеха, это князь Москвы. Показали, какой перевод и какой в оригинале есть. Да вы что, да? Я говорю, откровение 17-18 глава. Сектанты говорят, выйди, народ мой, это из церкви. Ну, это как-то дурью мается. Бывает, Господь, говорит, вышел сеятель сеять. Это притча, а потом растолковывает. Сеятель сын Божий, дорога такая, так и здесь. Город, город, который, и дальше показывает, город, не церковь. Толкование дается, зачем вам мудрить? Они как, совершенно не считают Библию. Ну, Библию в руках держат, они верят в это. Библия говорит, что это город. И какой дальше? Семь голов, это семь гор, семь холмов. Ну, вспомните поэта Гринку, Москва семихолмовая. Это всем было известно. Так, на семи холмах Вашингтон и Аман. Города, еще два города есть таких. Ну, и что Вашингтон? Ну, Аман не будем. Написано, город, от которого обогатили всех нельзя земли. От какого города? Да, Америка всех грабит и грабит. А тут 70 лет рабства, коммунистического. Работали, пахали, ни пенсии, ничего нет. А на кого работали-то? На олигархов, которым назначили это все американские братки. Это все говорил Березовский. Однажды, чертежник, я, проснувшись утром, понял, как я баснословно богат. Баснословно. А далее хохочут, пьют, и уже ничего нету. Как будто никогда не было. Москва, семихолмовая. А какое вино? Я говорю, вы назовете, какое у Вашингтона вино? Не знаю. Это третий, второй интернационал. Вином коммунистического, безбожия наполнили весь мир. Отравляли. Это чаша мерзости в руках, наполненная кровью. Нигде не было столько жертв, которых не хватало ей, которые кровь убиенных святых. И она будет сожжена. Сожжена будет в один час. Их нельзя посыпать там торговцы, голову свою. Какое богатство погибло? Никогда не было в мире такого, чтобы мирным путем внезапно просыпались миллиардеры. Ну, отец где-то торговал, продавал скот, расплодил, как Иоакхов, в течение жизни, сделался два стана у него. Сын еще более богатый, копает колодцы Исааки, вырастает у Иоакхова урожай там. Ну, понятно. Ну, чтобы в раз внезапно и все богатства. 70 лет пахали. Строили заводы. Все. На кого? Народ, народ. Ну, народ, если хозяин, почему ограбили его, этот народ? Почему? А потому что это предсказано. И вот она, Москва. Я никогда не ожидал такой реакции. Он повернулся к залу и говорит, да, теперь я вижу, что это действительно о Москве. Благодарю. Встал и при всем зале вышел из зала. Понимаете, я люблю достойных оппонентов, которые вот так себя ведут. сегодня беседовать, когда беседуешь, я знаю только одного, который беседует правильно. Почти везде правильно. Другие беседы. Это священник Московской Патриархии, отец Олег Стеняев. Безупречно. Местописание, в оригинале прочитал, что сказали святые отцы. Он ко мне приезжал, здесь был. Я его в больнице в Москве посещал. Я его знаю, не понаслышке. Итак, дальше мы считаем. Ответ. Ян Амос Каменский, называемый отцом мировой педагогики, делает подробный анализ об этих нечестивых, мучения которых иногда начинаются уже на этой земле, как у Ирода и у Иуды, а у иных только за жизненной гранью, как у богача от притча о Лазаре. Бог милосерд, он ждет грешников, зовет их, ублажает урожаями земли. Деяние 14 глава 16-17 стихи. Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши. Матфея. Матфея 5 глава, срок 5 стих. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных. Вот я это и отвечаю. Местами писание. И гляжу, у нас уже начинают листать. Но другое дело, листает адвентистка седьмого дня, она приучена. Но что православные наши батюшки, бабушки стали ходить и листать, уникальные занятия наши. Я знал, где священники ведут, ничего подобного нет. Закон Божий, он на одном месте пятачке крутит и крутит их, где-то поклонные кресты выставлять надо. То есть они ничего не знают на развалинах. Дальше я отвечаю. Это явная вопиющая несправедливость со стороны Бога рассматривается Иоанном Златоустом как наилучшее доказательство того, что будет праведный суд Божий. И вот почему. Бог есть справедливость, и у Него нет неправды. Он каждому воздает точно по Его делам. Говорят, а как доказать, что Бог есть, и Бог справедливый, и что будет суд Божий? А вот как? 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Надо в это верить, и получим, что Он там делал. Началось с чего? Что? Говорят, у нас ничего не растет на даче, у безбожника растет. Вот ответ весь. Иоанн Затауз говорит так, ну Бог справедливый, ты согласен? Ну конечно, Бог. А иначе какой Бог-то это, идол? Ну а ты как думаешь, вот справедливо Бог поступает, что вот у тебя хуже, чем у этого. Вот он тебя подает, тебя арестовывает, ты отсидел 6 лет, сейчас вернулся, и боишься соседа. Сосед каждый раз, но ненадолго ты. Я все равно о тебе еще напишу. И она до самой смерти сидит эта Ксения Ивана Емщикова и трясется. Она 10 лет была за мужа. Мужа расстреляли в ней. Это особая история. Гвардеец, во Франции был, в революции даже не участвовал. Директор завода Шеременовского, Сахарного. Арестовали, все отняли, расстреляли Федора, а потом реабилитируют. Где он Бог? А вот и так говорит. Ну ты согласен, что не справедливо? Да, согласен. Ну а где-то должно быть. Это говорит, значит будет суд Божий, там будет справедливость остановлена. Если рассматривать все до смерти, то это одна сплошная не справедливость никакого Бога нет. Нужно признать, что будет суд Божий. И далее. Ну вот мы видим, что праведник умирает в страданиях и великих недостатках, не имея хлеба насущного. А грешник упивается, пивши стоя каждый день блистательно. Лука 16, глава 26. Вот какое дело. Ко мне ходили на занятия, у нас свободно можно. Вот видео не снимали, а на магнитофонах. И приходит парень, не наши общины, я вообще даже не знаю, как звать, Юра вроде так слышал, и сидит на первом ряду и везде ставит магнитофон и все записывает. Ходит год, ходит второй, третий, никаких подвижек нету. Потом ко мне является и говорит, все, я больше ходить не буду. Я уезжаю или что? И приношу, что я записал за ваши занятия, благодарю, и приносит две коробки этих кассет написанных. Я теперь даю, мне их переписывают, и я это оттуда. Попросил Галю, другие, и снимают. Я сам 123 проповеди переписал, сам перепечатал. У меня не просто то, что я говорил на капитале, а с документальной точностью. Я везде по стране мотался с огромным магнитофоном. Вот у меня 20-й том, это мои беседы с Александром Менем. В других томах мои беседы с отцом Дмитрием Дудко. У меня 16 часов интервью с Глебом Якуниным, священник, депутат Думы государственной. То есть у меня очень большой архив. Часть, конечно, погибла в топках КГБ, они жгли на заводах. Но у меня было, что жечь, они хвалились две огромные кучи в краевой, в краевом суде мы сжигали. Ну, я еще могу сказать, письма моих дядей с фронта, перед смертью написанные, все сожгли. Я это, там было, в тюрьму пришел один, я не знаю, как же подполковник, красноперов. Вот какие-то все у меня птичьи. Следователь Пичугов, вот все такие, красноперов. Я, говорит, зашел однажды, ваши пленки лежат, разбирает их, все украшенные, заклеенные, с картинками, с надписями и вырезанные из журнала. Я им сказал, что вы делаете? Тут же записаны, какие труды? Вы все отвечать будете, это акт вандализма. И когда я начал судиться, и процесс шел к завершению, он опять пришел и сказал, я вам говорил, теперь расхлебывайтесь. Дальше. Если все рассматривают только в пределах досмертной черты, то справедливости на земле нет, это подтвердит каждый. Повторим еще раз, что Бог есть справедливость, и это его свойство неизменное. Этот мир сотворен им, и во вселенском масштабе все закончится знаком равенства, то есть справедливости. Так как, когда же она восторжествует? Вопрос. Сейчас ясно, что только в загробном мире, а это значит на страшном суде. Салон 36, первый стих. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. И далее. Два родных брата, и все у них одинаково, даже количество детей. Но один верит в Бога, а другой не верит. Верующий брат каждое воскресенье ездит в храм Божий за 60 километров, а воду ворыки пускает именно в этот день. Не нужно догадываться, какой будет урожай у каждого из них к осени. Безбожник посмеялся, доездился к своему Богу по воскресеньям. Посчитай, сколько ты потерял. Я знаю и вижу это, но кроме того, я также знаю, что Бог будет подсчитывать в ином воскресенье иной урожай. Понятый, какой ответ? То есть он верит в воскресенье из мертвых. Их дети дружат между собой. Это родные братья. Это из жизни взято. Сделав металлические крючки, они подцепились к грузовой машине, но на повороте их выбросило подстречный транспорт. И вот теперь подсчитайте и посмотрите разницу между ними. Верующему это сообщили, как только он возвратился из церкви. Он сразу же пошел в морг, посмотрел и тут же помолился Богу о упокоении души отрока. Скорбящее сердце его не сказало ничего худого. Бог дал и Бог взял. В доме же неверующего был траур. И хозяина едва спасли от самоубийства. Он страшно постарел и запил. И все время роптал на Бога, в Которого не верил. Мой Алешка получил призы на математических олимпиадах. Он подавал такие надежды, ну почему она не у соседа пьяницы, этот воришка Конопат и Ванька. Подобная история описывает этот, знаете, друг Капранова из Красноярска. Писатель. Кто там написал-то? Царь рыба. А? Царь рыба. Да нет, и все мирно известны. Что-то я забыл-то. Красноярского, ты же знаешь его. Матершинник этот. Он ее был. Астафьев. А? Астафьев. Ну да. Царь рыбу написал он. Вот. И он это же самое говорит, когда шли две девчонки и задавило именно его девчонку. Ну почему? На шоферщину он схватил ружье, побежал, а шофера нигде. Он бежал на остров, спрятался, тридя сидел, а потом тайно милисты пришел и все. А тот мужик, ну что он остался? Ну нету. Шли вдвоем. Ну почему он пьяный на мою девчонку наехал? Дальше. Притча 24 глава, 19 стих. Негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым. Не завидуй. Я снова привожу Иоанна Затауста. Вдолбить. У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее, никто не в состоянии пособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовые, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас, потому что мы идем такую дорогою, как будто решились идти против в заповеди его. Вот если человек, который ничего не знает, с гор спустился, ну и стал бы со всеми людьми знакомиться, ну узнал, какая жизнь. Пьяные валяются, православные, дерутся между собой, матерятся. Ну, слово материться там не переводится в других языках. Там шимплин, что-то ругаться какие-то, ну, даже совершенно не синонимы. Слово мать поминать вот так это показывает Штрафбати, когда он, мать, выргался, а тот грузин-то его схватил и чуть не убил. Ты мать мою, да я просто, ты мать мою, да ты как, ты посмела-то на мать мою? Он буквально воспринимает, переводит эти слова. Ну и Штрафбат загремел, там в Пиццеру залимонил, и все. И вот посмотрели, как православные живут, ну хуже нас-то никто не живет-то. Я нам зато, а потом бы узнал заповеди Божьи, так больших врагов-то никого нет на земле. Это не Игнатий Лапкин, не Игорь Дбунов. Зачем нам замазать глаза? И когда вот я говорю, где я проповел, я могу сказать, вот выходят 100 человек православных. Из них 50, допустим, сегодня крестили. Я еще ни разу не нашел ни одного, и отец Дмитрий Смирнов говорит, ни разу, говорит, не нашел, чтобы дали правильный ответ. Зачем? Ну ребенок не спит, орет, и сказали, покрестить надо. Так, а что? Ну бабка не хочет лечить, не крещеная, ей нужно крещеный душу ворочить-то. Ну а почему? Теща как сдурела, водиться не хочет. Чего я с нехрестя буду сидеть? Вот, пошел покрестить. Ну, на работу надо идти, жена дома сидит. Теща намертво стала, скажи, такая хорошая была, спокойно, уперлась, покрестить. Ну еще, ну еще, говорит, пришлось за неделю раньше, пиво, бражки поставил, соседа позвал, все выпили, обмыли, то есть там поп его не только помочил, а они обмыли дома. Ну вот и все. Да хуже-то нас, православных, никого нет. Возьмите, ну, я не сектант, я православный. Я истинно православный. У меня иконы, я только что вот это воскресенье, ну, три дня назад, причащался. Я православный. И потом, мне нельзя обвинять в том, в чем-то, но я говорю, сто баптистов уходит, сто адвентистов, сто пятьдесятников, ну, какие другие. Узнайте их нравственную жизнь. И узнайте православных. Ну, можно сравнивать, а тут нельзя даже сравнивать, это будет как насмешка. Прости, Господи. Только и скажешь, не веди в искушение. Ну, как можно сравнивать? Саву и Жаворонка. Ну, нельзя сравнивать. И змея ползучего-то, и соловья в небесах. Нельзя. Ничего люди не знают. И кто виноват? Священник говорит, это Златоуст, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. Их миллионы гибнет. Ненаученное. И когда переходят в секты, я с ними разговариваю, я говорю, ты же был православный. Так, пока я еще узнал разве. Я был неверующий. Вот тебе. Вот который лежал тут под, я не знаю, какой-то солидный такой мужчина, видный. Ну, лет, может, тридцать ему было. Мы, говорит, шли, я с ним разговаривал, Лидия Степановна, к нему водила. Он лежит вот так вот, перед этой, у него сделана какая-то палочка, такая, и он перелистывает страницы Библии. Нырнул, и головой в водоемы. Но до этого он здоровый, зашел в церковь, стоял, стоял, перечисляет Иван Мария, Никита Мария. Я, говорит, спрашиваю, а что это такое? Ну, это усопших он поминает. Иван Мария Мария. Я сказал жене, пойдем, мы сегодня, там же там футбольный матч играется какой-то, я же собирался пойти туда. Вышли, что-то на остановке, стоим, жена походила, походила, к столбу подошла, более релика сюда, посмотрите, что написано-то. Тут прям совсем рядом какое-то собрание написано, и там Библии дают. Давай сходим. Ну, и говорит, пошли, пошли. Но мы не знали, кто, это баптисты оказались-то. Ну, и когда стали говорить, покаяться в грехах, а я все время томился, я грешник, все было в жизни-то, и с женой, и прочее-то. Ну, кто хочет, там, встаньте и покайтесь-то. Ну, я думаю, что, Бог простит, я этого и хотел. Я встал и говорю, я хочу покаяться-то. Ну, говорит, я не знаю никак, ну, там сказали, повторяй за мной, но я сказал, ну, с тех пор стали ходить к ним, Библию сразу нам дали. Ну, и вот теперь, ну, вот я лежу парализованный, но я баптист неправославный. Все. И я таких мог показать не два, не три, а тысячи, которые передо мной прошли. Их никакими судьбами уже обратно не вернешь. Лучше бы они не познали, если познавши истину, возвратиться назад. Почему они тогда хорошие? Потому что они очищены через Слово Твое. Вот как говорит Писание. Итак, мы возвращаемся. У них какой был вопрос-то там? 608. Ну, да, и что? Ну, о несправедливости надо спролагать. Ну, там нету этого слова. Ну, понятно. Мы видим, что Бог абсолютно спролагает. Ну, голову убери маленько. Ну, что спишь, что тут беседа такая идет, что Игорьек спать тут. Закрыл. Ну, хорошо. А разреши-ка я еще тут посмотрю. Господь милости, Он дает нам возможность, сегодня, обратиться к Слову Божию. Библия издается. Доставайте ее, считайте, находите ответ. Повторяю, по толкованию святых отцов. Сектанты этого не признают. Но они толкуют сами ее. Они говорят, нужно считать, как есть. Тогда прочитайте, точками не садитесь. Почему вы толкуете тогда? Чтобы нигде не толковали, такого не бывает. Как же начинают растолковывать, что Максима, Максима возьми, что все должны быть зажиточными, а то сам дай там. Но они все проповедуют. Проповедуют, но как? Ты сравни со святыми отцами, с блаженным феофилактом. К этому вопросу есть что-нибудь еще? Ну, я бы хотел как бы опять к вашей истории жизни перейти. Вашей жизни. Ну, еще. У вас тоже были раскулачены в деревне и родственники, и знакомые их много. И когда отец вам рассказывает, вот вы говорите о своей биографии. Это может другой вопрос, или к этому относится? Нет, к этому же относится. И вот эта несправедливость, которая при социализме была, вас побудила своими путями пойти, чтобы можно было эту справедливость восстановить. Так же получается? Да. Когда вы хотели стать террористом. Да. И в конечном итоге, когда-то же у вас это произошло, перемена этих взглядов. Когда эта перемена произошла? До какого дня, часа, если вы помните, у вас было вот это восстановление справедливости? Вот этот девиз ваш. Ну, это с детства закладывается. Я повторяю, я избранник Божий. Как Павел говорит, от чрева матери, Давид говорит, от чрева матери ты избрал меня. От парисея парисея, по правде законы не порочи, я мог бы к себе это перенести. Ну, я не знал, куда пристать. Если бы тогда были вот эти чеченские боевики, я бы слова не говорю, я бы давно пристал к ним. Были и белые, я бы к ним пристал. Лишь бы вот этой мрази не было. Коммунисты, что они вытворяли с людьми, видел, председатель за председателем сменяются. Нона Мардюкова там играет в фильм «Председатель-то». 12 председателей сняли, избирали 13-го там. Вот это вот дело. Я это везде видел, но это нельзя было не видеть. Но выхода нигде не было. Но так как я верил в Бога, Библии не было, поэтому я везде собирал разные брошюрки атеистические и вырезал то, на что они нападали. То есть библейские места и святых отцов. Мне это нравилось. У меня везде ущоба идет отлично. Закончил строительный техникум, как пролетарский отросток. Отец-то бедный, мать бедная, сын пронтовика. Меня отправляют в МВД работать с заключенными. Там я работаю, еще ничего не знаю с заключенными, строго режимными. И вдруг спустя там сколько-то 7 с лишним месяцев меня призывают в армию. Для меня армия это было не знаю насколько хорошо. Я военком готов был обнять и поцеловать. Представь, я ничего не знаю среди заключенных, а им нужно обязательно 102%. С этого процента день за два засчитывается, а 121 день за три. Ему выйти надо, работы нету, фронт работ не позволяет, и ленивый. А я прораб, я составляю и не могу дать топор на шею. Я ничего не могу сделать. Ни одного выходного в две смены каждый день, а мне всего 19 лет. Ну что спрашивать-то? Тяжело. Ну и в армии, Даша, в армии я сразу занимаюсь языками, изучаю английский, немецкий, французский, я все время учился. И даже здесь учился и учился. И через это вот желание учиться, и любовь была положена родителям к бедным помогать. И через это меня Бог поймал, сеть закинул. Когда работал на корабле, учился в мореходном училище уже в это время, сошел на берег, ну и там бабушку Вилл несет сумки, помочь, дальше собрание, и все разрешилось у меня мгновенно. Если Бог позволит, мы еще будем в городе Венск, в село Латвии, на берегу моря. И там, думаю, на той самой половице снова склониться и воздать Богу благодарность. Я первый раз склонился перед Богом с сознанием того, что у меня не хватает вот этого. У меня нет веры в эту святую книгу Библии. У меня нет этого. Я ее в руках никогда не держал, я не видал. Но это были пятидесятники, вошедшие к баптистам. Ну, тогда их объединили вместе. Михаил и Анна, царство им небесное. Ну, и все наступило на свое место. Помню, война была в Алжире тогда. И каким-то путем искали добровольцев. И я сразу пошел записаться в этот легион. Это моя была там крышка. Ну, глупость-то по заглазу. А для чего? Чтобы улучшить французский язык. Воевать, идти, изучать язык. Даже не придумаешь. Это разум какой. Другого способа у меня не было. Я думаю, сразу уйду за границу. Здесь я не буду жить. Женюсь на какой-то немке и буду жить в Германии. Вот и все. Но Бог все повернул по-другому. Было покаяние во всем. И дальше началась череда преследований с работы на работу. Как говорят, по социальной лестнице, меня гоняли, говорят, зад и вперед, пока Господь меня не посадил за решетку и стал перетирать на мелкое. Я вот смотрю назад на свой путь туда и говорят, ну вот если бы все вернуть, ты бы хотел по-другому? У меня стихотворение есть такое написано. Сидит старик у камня, задумался о чем-то. Вот об этом. И я, и он сидит, задумался, как его гнали, как он в тюрьмах сидел и все. И в конце я, последний куплет, хотел бы жизнь прожить такую. Как по копирку все пошло. Мне сильно нравились Михаилана и Ремеева. И вот как они жили. И как все, кто приезжает, 100 человек, если было гостей в общине у них, то 80 минимум у них должны были оставаться. И они всех себе звали и жили недалеко от церкви. Вот мне это Бог дал. Я живу там, где говорят, он сделал добро, синагогу построил. Я построил 7 синагог, где молились люди. Дома. И вот сейчас где находимся, вот тут 15, ну 50 метров нету. На одной территории, которую я выиграл здесь у городской администрации. Там мы молимся. Я уже показывал все это. Вот так Бог Господь сделал, что ко мне приезжает, откуда бы ни ехали, двери открыты, жил около вокзала. Вообще, ключа даже не было, я ключ вообще спрятал. День и ночь, квартира открыта, ушел на столе, записка, там поешьте и все. Живу около вокзала. А потом встречаю, подходит, вот я говорю, когда адвентисты пропадывали, один с бородой говорит, а вы меня не знаете. Да я у вас приходил, начинал, я бомж с вокзала. Все, кто хотел, тот и приходил. Даже не, это я с такой осторожностью все делаю, но наступил момент, внезапно все открылось, потом переехал, теперь тут живу. Ну и этот переворот произошел. Попросил у Бога веры, что в этой книге от корки до корки написано все по Слову Божию. Все от Него, от Бога. И для меня слова зазвучали не как буквы, а как орган небесный какой. Это мой Бог заговорил. Я так прожил ровно 50 лет. С Библией в руках, в сердце, в голове и в повседневной жизни. И вот мои такие ответы. Попутно показать хочу. Вот наш сайт во свете Библии. Православный библейский сайт. А вверху вот написано православный форум Игнатия Лапкина. В него только ткнуть и сразу вас на форум перенесет. Здесь 12 томов Златоуста мной насчитанных, 12 томов Жития святых, полная Библия, 77 книг, ну 50 книг. Тут все мои книги, вот здесь 41 книга, каждая книга по 752 странице. Вот она в проповеди, здесь больше тысячи проповедей моих в аудио. Здесь самое ценное, вот это 4124 ответа. 55 разных тем. Бесы, колдовство, Библия, богослужение, болезнь, будущее, взаимоотношения, внутренний мир человека, война, государство, грех, деньги, дети, лагерь, евреи, ереси, секты, женщины. И так 55 папок. Это то, что я отвечал на вопросы в Америке, здесь, ну, что сохранилось. И теперь вот брат решил немножко пройти по эти же самые вопросы, задать и озвучить. Это он их подобрал вчера ночью. Вот. Ну, кроме этого, у нас еще есть открытый сейчас православный видеоканал, открытым оком, во свете Библии. Ну, просто зарядите. Канал Игнатий Лапкин в Ютубе. Больше ничего не надо. Вот оно. А вот тут написано наш форум. Вот здесь вот. У нас выставлено 1053 ролика. Это только о нас. О нашей жизни, о выступлениях и прочее. Я даже не взору, около 30 роликов его отвечал где-то. Видите как? Теперь что? Вот это мой Мейл.ру. В Мейл.ру у меня здесь видео около 956 наши. Фотографии где-то около 4 тысяч. Можете зайти, посмотреть. Видео. А искать очень просто. В Мейл.ру мой мир задеть Игнатий Лапкин. Я один. С этими именами, фамилией один. Больше никого нету. Вот. И дальше вот это вот наш форум. Вот как он выглядит. Тут написано православный форум Игнатия Лапкина. Я сам не специалист. Я глубоко верующий православный христианин. И Бог дает таких специалистов, которые вот пришли и составили такой форум. Сегодня на нем тысячу вот здесь написано даже сколько тем. Сколько тысяч? 1422. 1422. Это огромная тема. Все, что Патриарх говорит по теме, отец Дмитрий говорит, Смирнов, все здесь у меня есть. Баптистские выступления какие есть, но это здесь, в темах. Ну вот, сколько у нас здесь зарегистрировано? Ну, конечно, это мизерное все. На сайте зарегистрировано 936 человек. 936 человек. Вот. Такого форума, я не знаю, есть или нет с таким наполнением. А сайта нету определенно нигде. Ну, нельзя. Это надо заново начитывать. Такие вопросы отвечать в православном духе. Притом, самые сложные вопросы. Только по еврейской теме я отвечаю 176. 176 вопросов. Полностью 12 томов Талмуда разбирать. 3600 лет об евреях то, что сказал политические дети поэта в трех томах. 18 томов это мусульманство, Коран, пасура моя я там в сравнении с Библией. Ну, просто нет такой литературы. Это не мое. Это мне Бог дал. У меня нет образования никакого совершенно. Ну, не считая техникум после 10 классов. Я не учился ни в семинарии, ни в академии, но я 50 лет непрерывно учился у лог Христа. У святых отцов. У отцов святых соборов. Это мне Бог дал такое желание и твердость, как говорится, в характере. Не отступать от этого никакие, несмотря болезни. И я благодарю Бога, что заканчиваю жизнь в святой православной вере. И что самое главное, у меня нет больших противников, что я делаю, как православные батюшки. Притом, я где проповедую 50 лет, сколько пришло сектантов. Все до единого, до единого. Все в Московской Патриархии. Я никуда больше не давал дорогу. Один тут спрашивает, ну его не поймешь, Лапкин, но он как-то с теми, ну где? Один батюшка с Нижнего Новгорода, кажется, ответил, вот когда человек проповедует, куда он людей направляет, когда обращается. Вот так и надо считать. Так он направляет в Московскую Патриархию всех до одного. А почему его тогда считают врагом? Я сам, говорит, не понимаю, поэтому советую не разговаривать больше. Слишком малая информация. И они сразу прекратили. Где бы мы ни были, у нас нет большего препятствия, как со стороны православных священников. Я не хочу говорить патриархии, они обижаются, но считайте, в Японии тысячи лет назад было это. Понимаете, вот что говорит Невзороп Александр Глебович-то? Надо прислушаться. Там у него бывает здравое зерно. Зачем лезут преподавания, это АПК, какая-то культура, везде воинские части, везде проникают, везде лезут. Везде библиотеки, решают, кому надо, не надо, ничего этого не будет. Весь мир поднимается против того православия, которое у нас здесь есть. Все поднимаются сегодня, все. И вот эти танцовщицы, которые пришли, панк молебен считает, там пусть орают, то это тоже не сами они пришли, за ними слишком большие стоят люди. И это, и с ними поступили несправедливо, посадили, их трогать нельзя было. Я кричал просто в эфире, не трожьте их. А что ж надо делать? Закрыть храм, запечатать его. Под пломбу. Храм Христа Спасителя. Прекратить все там сборы, где другие залы, все закрыть. На три месяца. И день, и ночь, непрерывно, три месяца молиться при любой погоде, чтобы патриарх приходил к вам. И сердца народа обратились бы туда. Идут репрессивным путем. Штундиистов преследовали, староверов гнали, всех мастей. Догнались. Самый мощный удар безбожьей власти пришелся по Синодальной Церкви. И сегодня, они жмутся к любой власти. Без власти они нигде не могут шагу шагнуть. Это как раз Невзоров их говорит. Я не друг Невзорову. Я считаю его бесноватым, облепленным демонами. Погибшим человеком. Я за него молюсь каждый день. Но он говорит много здравого. Его отрицать нельзя без насилия над собою. Его занесло, как говорится, поехал не туда. Но, когда бывает проснется, не успевает со своими черепами еще перецеловаться видать. В это время можно с ним разговаривать. Вижу какие-то монахи там прогибаются рядом с ним. Срамота одна. О нем можно только плакать и молиться. У человека может быть крови неодна, говорится, литра. Везде Приднестровье, Чечне воевал. Ну что воевал-то? С комарами разве? Он молчит об этом периоде жизни-то. И раскаяния нет. Я не могу сказать, сколько их убил-то. Но он не отрицает это. Вы ему задали этот вопрос. Ну убивали. На фронте все бывает. Он шел куда бег, его никто не звал. Сатана им править как хочет. Но он умница. Его опять в свой совет Путин берет. А что он ему насоветует? Был ли он в семинаре? Да лучше бы не познать ему истину. Вот о чем я и говорю. Спаси Христос. Больше ничего нет? Слава Иисусу Христу! Да там много вопросов. Спасибо.